Коллеги, еще раз доброе утро. Мне, наверное, досталась самая скучная тема из всех возможных, но, тем не менее, ее тоже надо разобрать. Что мы знаем про ТНМ-стодирование? Изначально, появившись в 1970 году, мы видим, что каждые 5-6-7 лет она претерпевает какие-то изменения. В первую очередь направлены на упрощение стодирования и работы в раковых регистрах, а также, чтобы как-то вывести выживаемость по группам на один и тот же уровень. Есть так называемая философия стодирования, которая была утверждена в 1977 году, и она относится к ТНМ-1, для чего она была сформирована. Данная система призвана обеспечить способ, с помощью которого распространенность онкологического процесса в различные моменты времени может быть легко передана другим специалистам для оказания помощи в принятии решения относительно лечения и в качестве фактора осуждения касательно прогноза. В конечном счете, она обеспечивает механизм для сравнения групп случаев, особенно в отношении результатов различных лечебных манипуляций. Что можно сказать по поводу ТНМ-8, которая, насколько я знаю, в России еще никто на нее не перешел, но она активно используется в Европе и Америке. Она была основана на результатах 94 с лишним тысяч случаев у пациентов, которые подвергались комбинированным и отдельным методам воздействия, и в том числе наблюдательные, куда были включены и ретроспективные, и проспективные базы данных. Виды стадирования ТНМ-1 – это клиническая, она применяется до начала лечения, используя все имеющиеся данные о пациенте. Это патоморфологическая, когда препарат уже удален, и можно более детально расставить акценты. Также есть отдельная графа – это рестадирование, когда она используется либо после определенного этапа, либо после всего лечения. Также возможно изменение ТНМ на момент прогрессирования и на момент аутопсии. Что учитывает критерий Т в восьмой классификации? Это размер опухоли, это эндобронхиальное расположение, наличие ателектаза и аптурационной пневмонии, вовлечение в висцеральные плевры, инвазия периферических структур, инвазия центральных структур и очаги, которые могут располагаться в той же доле, в том же легком, либо в контрлатеральном. Если сравнить критерии Т в седьмой и восьмой классификации, то в основном претерпели изменения. Это Т1 и Т2, причем в сторону худшего прогноза изменилось. Это мы можем увидеть на представленных слайдах. И как вы видите, в восьмой классификации уже кривые расходятся более точно. Итак, что нового? Вовлечение главного бронха необходимо классифицировать как Т2, вне зависимости от расстояния до корины. Но, понятное дело, когда она не инвазируется, не вовлекается в данный процесс. Частичный или тотальный атоликтаз или абтурационная пневмония расценивается как Т2. Инвазия диафрагмы – это Т4, хотя ранее это было Т3. И теперь инвазия висцеральной плевры не учитывается в стадировании. Хотя в предыдущей классификации были различные варианты инвазии висцеральной плевры, в зависимости от которой можно было менять Т. Тем не менее, некоторые данные, например, Лаха в 2014 году публиковал данные, что при инвазии висцеральной плевры у пациентов гораздо хуже показатели. Таким образом, мы можем на данный момент выделить карциному ин-ситу. Т1 – это опухоль до 3 см в наибольшем измерении, окруженной легочной паренхемой, либо висцеральной плеврой, не вовлекающая главный бронх. Т2 – это опухоль более 3 см, но менее 5, либо соответствует следующим критериям. Вовлекает главный бронх без инвазии карины, инвазирует висцеральную плевру, вызывает отелектаз или актурационную пневмонию, распространяется на средостение. Т3 – это опухоль более 7 см, но менее 7 см. с инвазией грудной стенки, блуждающего нервоперикарда, либо метастатическое поражение той же доли легкого. Для Т4 – это опухоли более 7 см, которые инвазируют средостение, диафрагму, сердце, магистральные сосуды, возвратный нерв, карину, трахею, пищевод, позвоночный столб, либо метастатическое поражение другой ипсилатеральной доли. Также выделяют по ТНМ минимально-инвазивную карциному. Я не случайно заимствовал снимки, потому что, скажу честно, за время работы я не видел ни одной карциномы ин-ситу и минимально-инвазивной карциномы. Скорее всего, это связано с диагностикой и скринингом рака легкого. Спасибо большое. На стороне поражения лимфоузлов средостения на стороне поражения, либо на бифоркационных групп. И N3 Ошибка здесь должна быть N3. Это лимфоузлы средостения или корня легкого на противоположной стороне, присколенных или натучичных лимфоузлов на стороне поражения, либо на противоположной стороне. Что нового? Помимо N1, N2, N3 вводятся дополнительные подразделы в N2. Появляется N2A1, N2A2. При N1A поражаются единичные лимфоузлы. При N1B, когда отмечается поражение нескольких коллекторов, но которые находятся в рамках N1. Н2A1, так называемые прыгающие метастазы, по данным АКАДы, они наблюдаются до 37% случаев, когда N1 коллектор там не находит метастазов, но в N2 они выявляются. И N2A2, это когда изменяется N2N1 коллектор A, N2B при поражении множественных лимфоузлов N2 группы. Но надо учитывать, что для грамотного и точного стадирования необходимо изучать не, как многие привыкли, 10-ю, максимум 11-ю группы, но необходимо смотреть и 12-й и 13-й. Потому что, например, приведена статья, по мнению наших коллег из Китая, которая была опубликована в 2013 году, в почти 17% случаев наблюдается поражение 12-й и 13-й групп лимфоузлов, которые, казалось бы, мы имеем дело при неправильном морфологическом исследовании с N0 статусом, но на деле оказывается N1 и тактика лечения становится совсем другой. Критерий М. Также всем известно, что это отдаленное метастатическое поражение, но теперь выделяется M1A, M1B и M1C. То есть, соответственно, для M1A это наличие плеврального либо перикардиального метастатического выпада, M1B это поражение одного органа, либо контрлатерального, легкого, и M1C это множественное поражение отдаленных локализаций. Также не следует забывать про критерий R, R0, R1 и R2. При R0 опухолевой ткани не выявляется, при R1 имеется микроскопическая картина положительных краев резекции, и при R2 визуализируется и пальпируется опухоль. И, соответственно, стадирование, разрешите, я не буду останавливаться на этом слайде, он достаточно понятен, если лежит на столе у кого-то распечатанный. Благодарю за внимание. Спасибо, Никита Евгеньевич. Какие будут вопросы? Коллеги, активнее, просыпав. Вот, отлично, микрофон, пожалуйста, можно все вопросы? У нас идет трансляция, поэтому все вопросы мы задаем в микрофон, поднимайте руку и к вам подойдут обязательно. Да, и для участников участие с вопросами это дополнительные баллы. Доброе утро всем. Спасибо за доклад. Короткович Павел Евгеньевич, город Минск. Несколько вопросов. У меня первый вопрос касательно ТНСИТУ и Т1 микро. Вы сказали, не встречались с данными случаями, но, тем не менее, в литературе пишут о том, что при опухолях НСИТУ и минимальной инвазивной аденокарциномии возможно выполнение сублобарных резекций. Но при этом необходимо это определить при срочном морфологическом исследовании. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, действительно есть такие публикации, но в основном они выходят в Европе и в Америке, где развита низкодозная КТ и способна заподозрить опухоли на начальных этапах. И вероятнее всего данная тактика имеет право на жизнь и, наверное, она оправдана более чем. Честно скажу, личного и опыта отделения у нас подобного нет, потому что мы не видим такие опухоли. Но если опираться на данные литературы, то это вполне возможный радикальный объем диссерции. Более того, сейчас есть статьи, когда при эндоброхиальном расположении карциномы НСИТУ проводят фото-динамическую терапию и считают это радикальным лечением. Спасибо. Может, вы их не видите, потому что морфологи их не видят? Анна Сергеевна, прокомментируйте. Возможно, мы их не видим в связи с маршрутизацией больных, потому что в городских учреждениях наверняка редко-редко, но они проскальзывают. Но до нас они не доходят. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще. Здравствуйте, Никита Евгеньевич, ну и уважаемые коллеги. Данила Федорович, Краснодар. Никита Евгеньевич, ну вы лукаете, что вы их не видели, вы их увидели у нас. Я говорю про данный центр. Ну да, но это вы сейчас уточнили, да, спасибо. На самом деле мы готовим сейчас большой материал, большую статью именно по этой проблеме, по карциномии НСИТУ и малоинвазимым карциномам, и именно сегменты к томии. То есть мы выполняем сегменты к томии этим пациентам. У нас просто проще с этим делом обстоит. У нас большое количество в Краснодарском крае компьютерных томографов, в которые пациенты при малейшем подозрении попадают в компьютерный томограф практически в каждом регионе нашего края. И мы стали видеть этих пациентов последние пять лет. Поэтому имеем свой небольшой опыт по этому поводу. И вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, задали вопрос ваше мнение по поводу сегмента к томии. Вообще, как вы считаете, в настоящий момент, уже не по сегменту к томии, в настоящий момент имеет ли сначала, вот мы верифицировали процесс, да, аденокарцинома, имеет ли смысл даже на начальных стадиях пациенту выполнять неодивантную химиотерапию, потом оперировать, или все-таки сначала операция, потом неодивантная химиотерапия? При каких стадиях? Даже при начальных стадиях. Имеется ли такой опыт и ваше мнение по этому поводу? Нет, при начальных стадиях, мое мнение, это должна быть первоначально радикальная операция с расширенной лимдисекцией и в дальнейшем по результатам патоморфологического исследования после окончательного патоморфологического стадирования должен решаться вопрос о необходимости проведения адевантной либо химиотерапии, либо лучевой, но именно в адевантном режиме. Потому что для Т1, Т2, Н0 проведение адевантной терапии, на мой взгляд, не совсем обосновано, потому что мы можем потерять время, мы можем получить осложнения, во-первых, во время проведения химиотерапии, во-вторых, химиотерапия здоровья не прибавляет пациенту, если рассматривать его как кандидата на последующую операцию. Увеличивается и количество несостоятельностей на культе бронхов, поэтому мое мнение, что в начале хирургия, потом остальные методы. Тогда разрешите следующий вопрос. Ничего можно, да? У нас есть время? Следующий вопрос. Как часто Вы встречали при начальных стадиях рака легкого, там, ну, Т1А, П, Т2А, метастазы в лимфоузной группы Н2? И выполняется ли у Вас статирование, даже если Вы видите опухоль небольших размеров, но при этом, допустим, по компьютерной томографии видим лимфоузы больше 15 мм? Выполняется ли в такой ситуации статирование группы Н2? Как правило, мы используем оценку на критерии РЕЦИСТ-РЕЦИСТ. Если получается, что мы подозреваем поражение, мы постараемся выполнить ПЭТ. И при свечении мы можем начать с наидевантной химиотерапии. Хорошо, светится. Биопсию делаете или нет? Нет. Спасибо. Спасибо, да, пожалуйста. Давайте еще один вопрос. Добрый день, спасибо за хороший доклад. Никита Евгеньевич, доктор Ларин, город Краснодар. Хотел бы задать такой вопрос. Вот какую БТМ Вы поставили по 8-му пересмотру, если, например, у пациентки имеется опухоль 6 мм, у пациента, верифицированная, что это не мелкоклеточный рак легкого, располагается она на устье верхней древнего бронха с левой с переходом на левый главный бронх. Диаметр опухоль 6 мм. Это будет Т1. Спасибо. Спасибо, Никита Евгеньевич. Спасибо.